Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моим последним заказам на Алиэкспресс. Так-то я уже где-то года три заказываю, но решила сегодня сделать обзор. Это косметика в основном. Вот такой карандашик. Стик, это я заказывала для подруги. Он, по-моему, больше похож как на пудру, только карандашиком. Я его открывать не буду, потому что подруга еще не забирала. Вот еще такой карандашик. Это, по-моему, карандаш для губ. И он должен быть красненьким. Такой карандашик Мак. Он для глаз. Вот такой вот блеск для губ с шариком. Какой-то розовый, скорее всего, должен быть клубничкой. А вот это мой блеск для губ с шариком. Я его открою, я его уже пробовала. Он вот такой вот желтенький. На губах он выглядит прозрачно. Обычный такой. По вкусу он пахнет лимонной конфеткой. Даже на дрожжи похож. И на губах он такой же по аромату и вкус остается. Держится долго и больше похож на гигиеническую помаду. Такая вкусненькая. Но иногда на губах ощущается как какая-то тяжесть. Хотя, это я такая привилегливая. Вот такая гигиеническая помадка. Карандашиком. Там были разные цвета. Мне пришел голубенький. Вот она вот такая вот. Вроде бы такая косенькая. Но она стойка такая и в принципе не ломается. Обычная гигиеничка. Нежненькая такая, мягко наносится. И долго держится на губах. И вот этот вот такой вот зелененький бальзамчик. На самом деле он становится розовым на губах. Вот. Темнеет, темнеет, темнеет. И держится очень долго. У меня пыталась я ее смыть умывалкой от Ифраша. Но она мне не смылась. Пробовала я смывать Аленкиным вот этим молочком. Оно тоже как-то не очень смылось. Ну и в общем держится оно в течение дня. Пахнет такими фруктиками. Может быть даже бананом. И иногда приятно. Что она такая вот долгая и не замечаешь. А иногда немножко напрягает. Вот она уже потемнела тут. И стик такой был несколько до упора он был. И тоже немножко такой косенький. Но в принципе, кстати, увлажняет. Хорошая такая помадка. Вот такая вот обезьянка. Это вторая моя сегодняшняя посылочка. С лапками. Вообще я люблю обезьянок. Это не знаю, 160 или 70 какая-то там по счету. И она орет. Вообще переводы там у них чудесные. Хорошая обезьянка человек. И подзарядное устройство. Портативное. Для телефона, фотоаппарата или еще чего-нибудь. Вообще заказывала за 280 с чем-то рублей. Такая вот штучка. На 5200 мая час рассчитана. Не знаю вообще, на сколько ее хватит. Но пришла она уже чуть-чуть подзаряженная. И телефон от нее заряжался. Сейчас она у меня вообще вот была в компьютер. И вот она там заряжалась. Ну и наверное... Да, кстати, обезьянка за 144 рубля была. Эти по 65 рублей. И вообще весь заказ у нас с Ксюшкой вышел где-то на 400 с чем-то рублей. Ну на этом я с вами прощаюсь. Если вы меня посмотрели, спасибо вам. Пока. Продолжение следует...